Здесь лучше не покупать. Городская комиссия устроила облаву на уличных продавцов, торгующих продуктами питания. Подарок за талант. В честь Дня защиты детей в Благовещенске наградили одаренных школьников. 19-й век представляет. Артисты студии «Этюд» готовят историческую зарисовку для гуляний по Большой. В эфире новости города в студии Мария Селезнева. Здравствуйте. Сегодня в Благовещенске было ограничено движение на перекрестке улиц Мухина и Игнатьевское шоссе. Рабочие устраняли там просадку грунта. Для автомобилистов правоповоротную полосу закрыли в 8 утра и приступили к ликвидации ямы, которая образовалась из-за просадки грунта. Последний повел себя так, видимо, из-за некачественного восстановления покрытия после устройства водовода в прошлом году. Дефект устраняла подрядная организация, которая и вела работы за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств. В окрестностях Благовещенска, возможно, появятся два официальных пляжа – в Зазейском и на Чигиринском водохранилище. Об этом рассказали инспекторы ГИМС во время обследования мест отдыха. Мест отдыха, там, где купаться официально запрещено, в Благовещенске сейчас 7. На реке Зея в Белогорье, ручье Буяновском маховой паде, на Первом Владимировском озере, в поселке Зазейский, в районе переулка Связной и на Амуре, от переулка Урала до Мухина и от Мухина до Артиллерийской. Их сегодня в рамках открытия пляжного сезона проверили специалисты ГИМС и ГСТК, смотрели наличие спасательных вышек, раздевалок, предупреждающих знаков. Все места соответствуют требованиям, однако по закону течение рек не позволяет устраивать здесь пляжи. Официальные места для купания, возможно, оборудуют на Чигиринском водохранилище и в Зазейском. Все зависит от подготовленности администрации, которая возложила обязанности на содержание этого места массового отдыха. Ну и по воде, мы все привязаны к воде. Соответственно, если будет низкий уровень воды, температура воды будет позволять разрешить купаться людям, то мы будем открывать там место пляжа. Две сотни протоколов за незаконную уличную торговлю выписали специалисты потребительского рынка с начала года. Зимой они боролись с продавцами стелек, весной клубники. С наступлением лета по поручению мэра Благовещенской Валентины Калиты особое внимание уделяют всем продуктам питания. Наша съемочная группа побывала в рейде с проверяющими. Вы не имеете права мне снимать без моего ведомства. Я тоже, знаете, не буду. Телекамера, как волшебная палочка. Один взмах, и люди вспоминают о своих правах. Но сами ежедневно нарушают закон, торгуясь недью вот в таких грузовичках. Свою точку в районе Амурской Калинина продавец тут же закрыла на замок. Ушла от ревизоров в Освояси. И даже следы не замела. В районе центрального рынка гостей приняли с большим радушием. Хозяин прилавка с шашлыками даже предложил покататься. Давай поехали туда, пожалуйста. Куда? Давай поехали туда. Куда поехали? Ехать некогда. Работы у комиссии, видимо, невидимо. В одном месте продают жареное мясо, овощи, ягоды. И если ветеринарную справку о качестве свинины торговцы предоставили, с фруктами проблема. Нет документов. Покупатель Тамара Серкова об этом не знала. Говорит, на вкус всегда были неплохие. А что, нет у него документов? Ой, это плохо. Больше не будете здесь брать? Ну, если документов нет, конечно, нет. Тем более я беру внучки. Да, плохо. А почему он тогда торгует? У вас дети есть? У меня там тоже дети есть. Вы понимаете меня? Впрочем, избежать наказания дети не помогут. В товаре без особых справок может находиться инфекция. Добавляют жару, пыль, что летит с проезжей части. Когда мы первый раз человека видим, мы ему объясняем. Кто-то не местный, кто-то не знал, что нельзя здесь осуществлять торговлю. Второй раз, когда мы подходим, в тот же день, может быть, подойдем, и он все равно осуществляет торговлю, мы, конечно, составляем протокол. Вносится штраф от 1000 рублей до 5000. С начала года торговцы уже пополнили бюджет на 680 тысяч рублей. Как вырастет эта сумма к концу года, неизвестно. Рейды проходят ежедневно. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город». И к другим темам. Благовещенские полицейские возбудили уголовное дело по факту расстрела собак. Расправа произошла в центре города среди бела дня. Одно животное погибло и двое ранены. О нападении в полицию сообщили очевидцы, волонтеры общества «Подари надежду». По их информации, накануне в 13 часов к дому по адресу Ломоносова, 160-2, подъехали две машины – джип и белая иномарка. Люди, находившиеся в них, расстреляли местных бродячих собак. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется расследование. Сегодня Международный день защиты детей. Первые поздравления в рамках акции «Заботы о будущем» приняли самые маленькие горожане и их мамы, ожидающие выписки из роддома. Алине Кауровой шесть дней от роду. Маме хлопот не доставила. Родилась без проблем и с девятибальным здоровьем. Сама Наталья Каурова в свои 37 стала не просто мамой, а мамой-героиней. Первая у меня дочка, 18 лет уже. Второй сын, 8, будет в августе. Еще одна принцесса наша родилась. Постали, 22 июня должна быть. Она решила пораньше, наверное, чувствовала, что будет День защиты детей. Наталью и еще 11 молодых мам поздравили работники ЗАГСа, представители правительства и врачи. Подарили наборы необходимых вещей для младенцев. Плед, полотенце, пеленка, бутылочка. Акция в этом году проводится в третий раз, но не в последний. Дальше мы ее продолжим на День матери, на День отца, на День семьи, любви и верности. Я думаю, что мы завершим ее к Новому году. Я думаю, что это хорошая акция, которая потом найдет поддержку. И обладателями этого подарка будет каждая мама, которая родила. Подарки и поздравления сегодня принимали и те юные благовещенцы, чьи достижения в прошлом году прославили Благовещенск в стране и мире. По традиции, 1 июня с самыми талантливыми подростками познакомились депутаты городской думы. И, конечно, наша съемочная группа. Эту задачу Валентин Шелковкин выполняет на все стом. За 10-летнюю карьеру успел выступить в Италии, Турции, Черногории. В Благовещенске пел дуэтом с композитором Григорием Гладковым. А летом прошлого года стал победителем международного фестиваля в Крыму. И это при том, что в вокальной студии 4-летнего ребенка мама отдала, что называется, мимоходом с целью общего развития. Я очень красиво рисовал, когда я был маленький, но петь я не умел. У меня брат был, он очень красиво пел, он в ноты попадал, мог подобрать даже на фортепиано какую-то мелодию. А я, когда пытался что-то спеть, это было очень-очень плохо. Кровь изушилилась. Передняя подножка – один из коронных приемов Сергея Кругликова. Именно она на первенстве России в октябре прошлого года помогла одолеть одного из самых тяжелых, в прямом и переносном смысле слова, соперников. Борца высшей весовой категории и победителя первенства Европы. И это, несмотря на недавнюю травму коленом. Впрочем, последняя свою роль все же сыграла. С Оренбурга спортсмен привез третье место. Это было отбор на первенство мира. Но так как я уступил в полуфинальной встрече представителю Южного федерального округа, мне не удалось выйти в финал. Я хочу в этом году выиграть первенство России, постараться буду делать для этого все, что потребуется. А дальше видно будет. Грамоты и дипломы самбист не считает. Говорит, примета плохаем. Но сегодня его копилка вновь пополнилась, причем без особых усилий. Традиция 1 июня награждать одаренных детей и их педагогов в Благовещенской городской думе существует не одно десятилетие. Сегодня подарки получили семь юных благовещенцев. Мария Слизнева, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Звонки, смех и веселые крики были слышны сегодня в районе стадиона «Спартак». В честь Дня защиты детей там собралось почти сотня дошколят. Семь команд из разных детсадов города. Малыши прыгали и бегали на перегонки, делали зарядку и танцевали. Наблюдала за соревнованиями мэр Благовещенская Валентина Калита и наш оператор. «Наша команда – Динамит!» «Мы спортсмены классные, мы взрывоопасные, кто сегодня победит?» «Ну-ка, это Динамит!» «Динамит!» На УКЦ праздник в честь 1 июня прошел не только под логотипом «Город счастливых детей», но и под зонтами. Внезапный дождь изменил планы организаторов, но не испортил веселье маленьким виновникам торжества. «Нас сегодня не вернется, не вернется грусть и лень». Маленькие горожане посмотрели концерт, покатались на каруселях, а самые рукастые попробовали создать лотос Комарова из бумаги. Веселый старт празднику позволил отдать мимолетное солнышко и отличное настроение собравшихся. А некоторые взрослые гости окунулись в воспоминания о собственном детстве. «Ну, во-первых, хотела бы сказать, это первый день лета, он всегда был солнечный и теплый в моих воспоминаниях. Мы всегда проводили его вместе с семьей, ходили в кафетерии, ели мороженое, пили коктейли, проводили его с семьей. Но сегодня, к сожалению, день не такой яркий, но ничего». Внезапный дождь не остановил мальчишек и девчонок. Они общались, занимались спортом. А юным футболистам к таким сюрпризам вообще не привыкать. «Весело под дождем бегать. Гуляю с друзьями иногда. Ну вот, вчера я ходила на поле с друзьями, пинал мяч под дождем». Благовещенские дружинники помогли в раскрытии 13 административных правонарушений, произошедших с начала года. Итоги сотрудничества с правоохранительными органами они подвели на собрании своей общественной организации. Сегодня в городе действует 4 дружины, 64 человека. В этом году они ходили патрулировать улицы 46 раз, участвовали в 11 общественных, культурных и спортивных мероприятиях, провели 13 поквартирных обходов совместно с участковыми. Особо отличившихся порядка 20 человек наградили благодарственными письмами от администрации города, полиции и руководства добровольной народной дружины. «Мы отлично понимаем, что мы должны вкладывать свою какую-то лепту в развитие данного движения. Поэтому мы считаем, что более правильно это предоставление спортивных залов, бассейнов, организация каких-либо соревнований». Стать народным дружинником может любой желающий от 18 лет. Подавать заявку можно в Центр выбор по адресу улица Зейская, 34. 7 июня на сцене ОКЦ прозвучат легендарные хиты Нирваны, Скорпионс и других рок-групп. Их исполнит симфонический оркестр «Резонанс». На концерте совершенно бесплатно побывает наша постоянная телезрительница. Вопрос, заданный в традиционной рубрике «Лишний билетик», звучал так, как с английского языка переводится слово «рок». СМС с правильным ответом «Камень» быстрее всех на редакционный номер прислала Юлия Дорофеева. На концерте она надеется услышать хиты любимой группы. «Вообще нравится Скорпионс. Очень мелодичные, очень красивые голоса. Сочетание красивой музыки, красивого голоса. Мне кажется, это вот урок и есть». Вокалисты хора детства вернулись с международного фестиваля, что прошел с 19 по 29 мая в городах Шанхай и Нанкин. Благовещенские музыканты были единственными участниками из России. «Моя родина море» – это китайская патриотическая песня была одной из 26 композиций, исполненных детством на фестивале. Благовещенцы пели на русском, английском, немецком, испанском и даже на еврейском. Они не соревновались, а делились опытом с другими коллективами. Всего их было 15 – из Германии, Америки, Таиланда и других стран. «Меня очень поразили хоры из Юара и Филиппин. Они такие артистичные, у них очень много эмоций. Они не стесняются своей нации, то есть они свободно выступают на сцене, ничего не стесняясь. Они раскрывают души зрителям, они издают все то, что они чувствуют». А самой яркой частью фестиваля стало совместное выступление артистов. Полторы тысячи человек на китайском языке исполнили оду к радости Бетховена. Выступление сопровождалось органной музыкой. «Петь было очень легко, потому что не требовались ни какие-то дополнительные усилительные аппаратуры, ни микрофоны, ни какие-то дополнительные усилители звука. То есть мы выходили на сцену и просто исполняли свою программу. И все это звучало безукоризненно». Побывать на Блашином рынке, увидеть ретроавтомобили и встретиться с историческими личностями горожане смогут в субботу. В честь дня рождения в Благовещенске пройдут очередные гуляния по Большой, которые в этом году будут в два раза масштабнее. Чем в день Икс развлекут зрители и артисты студии «Этюд», сейчас расскажем. «Саша, там дети, займись покуда. Ну, в чем дело, я слушаю». Артисты современные, костюмы точь-точь, как из 19 века. На 20 минут столько длится зарисовка. Актеры «Этюда» перевоплощаются в рабочих, гимназистов, купцов. Рассказывают, как известный золотопромышленник Глеб Ларин ввел новую валюту Ларинки. Владимир Медведев в главной роли. Хотя в театральных постановках 27-летний парень участвовал лишь однажды, оказалось безумно похож на историческую личность. Впрочем, сам актер нашел для себя различия. Он высокий, широкоплечий брюнет. Единственное, у меня была шикарная борода с усами. У меня, к сожалению, не растет. Но я не расстраиваюсь, я верю, что когда-нибудь она появится. Он был серьезный, жесткий человек. Он по-доброму относился только к семье. Со своими работниками он всегда был жесткий, но справедливый. А я всегда добрый и веселый. Люблю шутить. Тут глубина требуется. До премьеры два дня, а ребята до сих пор местами забывают слова. Причина есть. Очень сложный язык. Мы современные люди, так, конечно, не разговариваем, как разговаривали наши предки в 1891 году. И приходится, конечно, соответствовать той эпохе. То есть это и осанка, это и культура, и речь. Поэтому приходилось учиться. А младшим участникам зарисовки пришлось учиться играть в пристенок и городки. Их не просто покажут, но и прохожих вовлекут. В этом году гуляния по Большой растянутся вдоль улицы Ленина от Островского до Пионерской. В районе последней горожан ждут музей, блошиный рынок и книжный развал. На улице Ленина живые скульптуры, газетчики и бродячие артисты. А на 50-летие октября развернется выставка домашних растений и ярмарка мастеров. Площадки будут работать с 17 до 20 часов. Подробную схему можно посмотреть на нашем сайте tv-город.рф. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город». И это последняя новость на сегодня. Я желаю вам отличного вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!